До достижения совершеннолетия за безопасность ребенка отвечают взрослые. На заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили, как справляются родители и соответствующие службы с этой обязанностью, и что необходимо предпринять для профилактики детской смертности и травматизма. 21 случай падения с высоты зарегистрирован в республике только за прошлый год. Два ребенка погибли, еще 19 получили серьезные травмы. Основная часть детей падает в весенне-летний период и чаще всего в городских округах. Как вы заметили уже по сравнению с 2014-2015 годом, все-таки фактов аналогичных было меньше. В целых профилактики и неотклющения повторения подобного рода несчастных случаев ГКЧС, Чувашия совместно с главным управлением УЧС России по Чувашской республике, Минонформполитики и муниципалитетами в средствах массовой информации запущен был целый ряд социально-пропагандистских роликов по данной тематике, а также выступления в средствах массовой информации, благодаря чему удалось добиться снижения общего количества падений детей из окон. В 2015 году в огне погибли трое детей, и все из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации различного оборудования. Это основная причина пожаров. С 2011-2015 года по причине осторожной ученики с огнем в стороне детей произошло 166 пожаров. На слайде по годам вы наблюдаете. В принципе, тенденция ни вне, ни вверх. К сожалению, пока перебороть не можем. Следующий слайд. Особую тревогу вызывают пожары, где гибнут дети. За пять лет, по нашей статистике, погибло порядка... Погибло на 13 пожаров 21 ребенок, обозначенное. В четырех случаях виновник пожаров являлись дети, шалость с огнем. В восьми случаях причиной пожаров явилось нарушение требований пожарного запаса при эксплуатации электрооборудования. К сожалению, в прошлом году в Чувашии наметился рост детской гибели и травматизма в ДТП. И в наступившем году уже погиб один ребенок. Как оказалось, в большинстве случаев ЧП можно было бы предотвратить, если бы взрослые уделяли чуть больше внимания детям. Предлагаю зафиксировать разработку единого стандарта оценки социального учреждения с точки зрения безопасности детей. Это поручение Министерства образования, Министерства культуры, Министерства спорта совместно с администрациями районов и городов и сделать паспорта. Под это всегда идет конкретный расчет. Муниципалитет, район для себя определяется этапность выделения финансирования с учетом приоритетов. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.